Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это значит, что вы продолжаете смотреть мой ФФА-сериал на шестерых. Отборочная игра одного из моих прошлых ФФА-турниров, в которой я играю за Индию. Если вы смотрите сериал не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ну а сейчас седьмая аж, так что вы многое пропустили. Ссылка на эту серию, на первую, появляется в верхнем правом иглу. Ну а я продолжаю комментировать, что у меня тут происходит. Так, ну, Сукатай, надеюсь, уже навсегда захвачен. Я его не отдам, если мне предложат. Ну а план простой, собственно. Надо, видимо, идти захватывать города. А, город, единственный город японца, вот на том внутреннем море. Я, собственно, туда и плыву. Единственное, я хочу апнуть сейчас все корабли в линкоры. Денеги у меня есть, слава богу, с экономикой у меня все хорошо. Поплыву, захватывать Токио. Я просто считаю, что тут у меня два соперника, по-хорошему. Японец и голландец. Но так как японец у нас играет через ту же свободу, и гад увел у меня статую свободы, то вот он мой самый главный соперник, тем более, что мне к нему просто проще плыть. У голландца, да, есть города на море, но я почему-то его меньше боюсь. Тут выглядит так, что развитие именно у японца лучше всего. И он там тоже захватил столицу. Ну, в общем, мы тут вторым остались в этой игре. Я японец и голландец из претендентов на победу. И вот то, что я вижу, у голландца города похуже откровенно. И я думаю, что если он вдруг, не знаю, по какой причине решит на меня напасть, то есть на Дели и Мумбай, то я смогу отбиться. Тем более, что, опять же, у меня там неплохо с защитой все. Дели вообще, по-моему, очень тяжело берется даже линкорами. Вот, Токио без проблем, мне кажется, возьмется. Хотя и у меня только один город с этой стороны, у него с этой стороны один город. Но так как я уже подготовил и прокачал фрегаты на Сиаме, и тем более я сейчас вышел в линкоры, то Токио должен взяться без проблем. И Токио уже будет как плацдарм для атаки на столицу японца. Ну, я еще, видите, уже лаборатории заканчиваю строить. Так что с наукой все хорошо, в принципе. Но, опять же, то, что я отдал... Как так быстро смог японец, конечно, выйти? Это то ли я проспал, то ли у него там были ресурсы мною незамеченные, неплохие. Но он просто вот буквально на один ход опередил меня со статуи свободы. Что... Так. Православие прошло. Ну, мне как бы пофиг. Ну как, не пофиг, все-таки лишние голоса у людей. Но у меня вообще нету религии. И, в принципе, если православие дотянется до меня, то я буду совершенно не против. Но можно попробовать свободу протащить за счет того, что мы вдвоем с японцем в свободе. Если я захвачу японца, но при этом свобода пройдет, это будет очень неплохим. Так. Ну, вот сейчас я переключаю, видите, на ученых. То есть у меня построена лаборатория. Не всех специалистов сажу. Потому что в связи с тем, что я не построил статую свободы, у меня с производством будет не так хорошо, если я всех посажу в специалистов. Статую свободы хороша тем, что ты можешь посадить всех специалистов. То есть иметь две науки с этого, с рационализма, две науки от специалистов, и плюс у тебя еще и производство от этих специалистов будет. Один молоток, конечно, но тоже очень неплохо. И таким образом ты получаешь и еду, потому что у тебя специалисты в свободе поедают всего одно яблоко, а не два. Ты получаешь науку. Ну, так, что вообще предложить в Конгрессе? Ну, вот видите, я подождал, специально подождал, отложил. Я хотел предложить свободу, но так как японец тоже предлагает в Конгрессе, я подождал, чтобы он предложил, и потом предложил всемирные игры. То есть предложены две политики, которые мне выгодны. надеюсь, они обе пройдут, и будет неплохо. Так, вот тут уланчик стоит японский, меня контролирует. Если что, у меня тоже есть фрегаты с этой стороны. Ну, в общем, по идее, если вдруг голландец решит на меня напасть, то проблем у меня быть не должно с обороной. Нефть у меня тоже немерено, что очень хорошо. Теперь главное, чтобы у меня был уран с ядерной ракетой. Уран будет, будет все замечательно. Да, кстати, если вы уничтожаете город соперника, не забывайте, у него тоже разграбить клетки. То есть, клетки, которые никому не принадлежат, можно спокойно грабить. Они тоже будут давать деньги и лечение. То есть, вот я уничтожил город Сиама, но прошелся по этим клеткам, их разграбил. Так, ну, тут грек героически продолжает отбиваться. Ну, конечно, очень сложно пройти дальше к городам грека. Вот Афины на таком великий художник в Токио сидит. Наверное, не удастся мне его убить. Я думаю. Подожди, что-то меня, по-моему, обманули с внутренним морем у японца. Ну, в смысле, у него не внутреннее море, только у столицы, у Киота. Мне говорили, что можно из него там куда-то выплыть, проплыть, а тут получается, что только к Токио пароход. Инженер. Это тоже не очень хорошо на самом деле. То есть, этот инженер у меня родился со специалистов. Важнее, чтобы появлялись ученые великие. То есть, мне надо было пересадить специалистов в Мумбаи так, чтобы инженер не родился. Я вас всех отправляю, опять же, к моему видео про специалистов отдельно, потому что меня постоянно спрашивают вопросы, о которых я уже сто раз рассказывал в видео, специально об этом делал. Нет, японец начал меня бомберами бомбить. Ну, отлично, у японца бомберы. Ну, это первые бомберы, не следующие, а первые бомберы. И таким образом они против линкоров не очень. Вот я сейчас предложил голландцу объявить войну совместно с Японией. У японца проблема, что у него фиговое месторасположение между нами двумя. То есть, нам проще его распилить, а потом между собой с голландцем воевать. Веллингтон. Занзибара грек захватил, я смотрю. Ну, в общем, надеюсь, сейчас согласиться на войну голландец, и я начну тогда атаку Токио. Хотя мне пока нечем его захватывать. Ну, 52 защита. по идее тремя-четырьмя линкорами это защита за два хода должна сняться. Голландские каперы тут плавают. Ну, мне не жалко, что он тут рассматривает. Я не думаю, он там посмотрит. Ну, Мумбаи, возможно, берется. Хотя, все равно защита Т-78. Но Делия очень тяжело. Тем более, что, опять же, повторю, мне есть чем защищаться, поэтому я не особо. Так вот, хреново инженер голландец. Да. Игра, сейчас хочешь? Да. Вот, пришлось его толкнуть кулачком вбок. О, понеслась. Сейчас посмотрим, как будет. Ну, вообще, за два хода. Даже три, я бы сказал, линкора за два хода. Да. А у меня ничем захватывать пока. Ну, Токио, в общем, берется вообще без проблем. Когда рождается великий человек, великий инженер, великий ученый, великий торговец, то все счетчики увеличиваются количество. То есть, для первого великого инженера нужно 67 очков набрать. Ну, я сейчас не помню точный цифр, но, по-моему, так. Для второго 100 очков, для третьего 133 очка, то есть, оно постоянно увеличивается. И этот счетчик, он общий именно для инженеров, торговцев и великих ученых. Таким образом, из-за того, что у меня сейчас родился великий инженер, счетчик для ученых увеличился. И у меня сейчас дольше, надо будет к нему уйти. А нафига вот мне сейчас инженеры по-хорошему? Какое-то чудо мне построить срочно не надо. Посадить в фабрику, так у меня и так тут неплохо с производством. А вот ученые, они всегда в тему. Их всегда можно использовать и быстрее пройти. То есть, у кого-то тот, кто следит за своими учеными, этих ученых будет больше, в отличие от меня. Кроме того, конечно, стоило бы еще веру поднакопить в плане того, что за веру можно покупать ученых. Но для этого, правда, рационализм надо закрыть. А тут... О! Забыл про рыцаря, как всегда. Для этого, конечно, что-то у меня сомнения просто, что мы вообще доиграем долго. Я хочу сейчас вот снести японца. Если у меня это довольно быстро получится, то... О, уже денег нету. нифига себе. А было тысяча там 300, что ли? Ну, зато уже все апнул практически. Да мне вообще плюс 86 вход это... Это нормально. Да, блин. Японец, конечно... У японца просто офигенное место для защиты к нему хрен подберешься. Вот только Токио... Токио не очень удачный. Плюс ко всему он... Видите, у него так, как внутреннее море там для двух его городов, он там мог спокойно себе внутренние морские караваны пускать. Ну, вот, видите, все уже... Токио... Снят. Мне тебя только юниты надо подвести, чтобы захватить его. Так, а это значит будет... А это два хода минимум. Два хода минимум. Хорошо, я с моря могу прямо захватывать. Ну, вот. Нойшвайнштайн построю инженером. Ну, это, понимаете, это не то чудо, вот, ради которого стоило откладывать появление великого ученого. То есть, я, получается, сейчас у меня великий ученый появится позже. Кстати, я вот не понимаю, почему японец и третий город на этом внутреннем море не поставил. Неужели там такие плохие места прямо понизу? Надо будет посмотреть чуть попозже. Так. Вот и ученый появился. Если бы не инженер, то он появился как раз два хода назад. Ну, да. Следующим ходом возьму Токио. Не знаю. Производство военных юнитов, наверное. Взял плюс 15% к производству военных юнитов, потому что тут явно впереди война. Счастье у меня достаточно как-то увеличивать золотой век. Нафиг надо. Надо выходить в атомное оружие, смотреть, где уран. У меня счастье. Ну, блин, я же за Индию играю. Счастье немерено. Так, кого пообстреливать? Все, я теперь бессмысленно простоят линкоры. Ну, давать им промоушен против морских юнитов бессмысленно, потому что в этом море, где я вот с Токио воюю, там никаких юнитов и нету просто. Да, я напоминаю, что мы тут играем по правилам, что ученых нельзя копить. Их надо либо сжигать в тот ход, когда они появились, ну, сразу получать с них науку, либо садить в академию. Это правило обусловлено тем, что все окопили ученых. Выгодно их использовать именно, что в самом конце игры. Я считаю, что разработчики должны были сделать так, что ученые дают только столько науки на тот момент, когда они появились. То есть, ты можешь их, конечно, оставлять, но все равно они больше, там, например, 600 науки не дадут в начале. То же самое, как и касается и писателей, чтобы их тоже не копили, а надо было использовать сразу. Ну, вот, мы имеем то, что имеем, поэтому приходится такие правила вводить, чтобы было интереснее. А то эпохи пролетали очень быстро тогда. То есть, вот, эпохи после... Все строили лаборатории и начинали практически сразу прожигаться. И вот это модерн и информейшн эра нашть и нету. Боже, он меня из Токио Гатлинган обстрелял. Я хочу построить в Сукатайе караван-сарай, чтобы увеличить отдачу от наземных караванов. И из него пустить караван. Ну, пора захватывать. Даже Гатлинган обстреляю. Он совсем его не защищал. даже юниты не сидели в Токио, Ну, подвисли. Я тут, нет? Тут. все вроде тут. Ну, я не знаю, прям вот неужели так стоило Токио тут ставить? Вот вы посмотрите на местность. Разве... Ну да, две соли как бы есть, но... Стоит ли оно того? А вот теперь, похоже, нет. Да, мы, походу, подвисли. Что? Шкатывает? Нет. Нет. Пролагало. Как ни странно. Но вообще тяжеловатая игра в плане технических всяких проблем. Постоянно какие-то лаги происходят. Ну, пора уже убирать крепость. Я не думаю, что он мне понадобится. А вот лишние молотки с... с... угля очень даже неплохо. все равно мне эта крепость помогла, знаете, чем... Крепость она сразу присоединяет стратегический ресурс. То есть я мог сразу устроить благодаря этому... Благодаря тому, что там крепость стояла, смог сразу построить фабрики. Плавает каравелка греческая. я думаю, у него там один город Коринф с этой стороны и все. Может, даже ему не надо было флот строить на самом деле. Я вновь умеюся просто каким-нибудь юнитом поплавал. меньше радиус огляду по-белорусскому, но зато не надо тратить молотки на строительство каравеллы. Тут просто внутреннее... правда, он, наверное, не знает, что тут внутреннее море такое, что из него не выплыть. проверка, что сидят все специалисты. Там, где у меня уже отъед и города, естественно, потому что Дели 31 житель этого выше крыши на самом деле. Уже можно все в специалисты садить. О, музыкант! Так, где-нибудь я могу... Нет, ни на кого не давлю. вообще, надо было посмотреть, что там за... Что за произведение мои музыканты создали в 1835 году? Эх, не убился. А, вот так убился. Все. Минус один нуланчик таки. Сейчас тут высажусь всем своим иностранным легионом, который апнулся уже в каске. Плюс у меня генерал, плюс можно сюда будет передислоцировать самолеты в Токио и давить. Ну, это замечательный плацдарм для атаки столицы японской. Вообще вот сейчас бы я может быть на месте голландца и я не пролезаю, как он там воюет с Японией сейчас. Но возможно я бы уже на его месте подумывал и на меня напасть. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2GIS. Правда, пока в бета-версии и только под Android и Windows Phone. Правда, обещают запустить скоро и на iOS. разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. Японец все-таки тебя решил добить, да? Ну да, похоже на то. Ну это он тут город типа мешающийся для. Я думаю он сейчас меня снесет. То есть я там захватываю города японца, а он в это время занимается греком. Не знаю зачем. греком. ну перебрасывают самолеты в токио буду уже оттуда киото атаковать замечательно долетают пробычу тут конечно ваш у него самолеты уже ну пускай по отвлекается немного на наземные юниты почему нет сейчас насколько у него самолетов вообще у него этот уникальный юнит zero его истребитель японского не требует нефти довольно неприятная штука будет более что я собираюсь атаковать самолетами вот караванчик бегает андзя с этим флотом теперь что делать а токио взял может пойти коринф какой-нибудь еще заодно взять чтобы не простаивал флот блин тут посадка слушайте может мне крепость генералом поставить раз такое дело а а а да наверное поставлю все таки я думаю он не должен успеть каска очень тяжело убивается вот этими первыми самолетами долго да и гатлингом долго перед пересадил пока шпиона так что должен должен успеть поставить даже сейчас убьют каску то генерал выживет а я так сразу неплохо первых я отъем территорию с дорогами вторых отъем у него ресурс роскоши в третьих вообще неплохое тут место тут не достреливают гарант так ладно сосредоточимся и сейчас надо попытаться еще быстро каски поменять что тут дорога есть ну давай ставься меняемся и получилось фуф лично ну теперь вот эта каска в крепости если у него нету генерала от есть обратно территорию она оттуда просто не выковыривается вот этими первыми бомбардировщиками и и очень долго лупать придется ну гатлинга среди с двух выстрелов уничтожаются я ведь и не добиваю гатлинг потому что он умрет от крепости я уверен что он уже походил потому что он им атаковал мою предыдущую каску уникальное здание индии строил потому что у меня но и швайнштайн и вот этот мугал форт замена замка он будет давать культуру там счастье в общем неплохая штука он нефть пока пограбим так надо вообще железную дорогу строить все-таки плюс 20 процентов к производству и 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 от меня по науке действительно так-то вроде я первым среди уже нифигасе неплохо так в производство голландец нехило меня опережает на на 80 молотков примерно 216 да но по технологиям он прилично отстает именно голландец так что уран есть оба на и он только около токио так виттенберг не да не хочет дать оказывается слушать а вон у японцы есть еще уран блин слушайте как я в тему токио то захватил у меня на территории но сейчас надо глянуть конечно то может рядом с границами что-то где то есть но такое ощущение что у меня на территории уран только около токио как японцу то связал с ураном обстреливаю этого пехотинца потому что он не в защите стоит больше урона ему нанесу со всех сторон буду высаживаться прям чтобы он не знал откуда удар будет прокачиваю самолеты на войну против юнитов потому что у меня видите реально очень много юнитов и нету смысла снимать с городов жизни когда их захватить просто не смогу когда он будет там будут стоять юниты и все у меня у двух юнитов тоже замочил и пожалуй знаете что сейчас сожгу и не буду ждать золотого века так но в третьем уровне тут ничего нету на фига мил час брать покупку хотя может от 4 влияния на города государства каждый ход кстати то представьте он 4 влияния то есть примерно за 10 ходов он станет другом ну ладно надо закрывать рационализм и пытаться с верой хотя бы хоть что-то купить еще можно кстати закрыть рационализм и так примерно будет взять атомные бомбы ну счастья у меня много можно наверно аннексировать токио он всякую фигню тут строит а блин надо что-то было дождаться чтобы сопротивление тут кончилось да уран есть и у голландца а у меня на территории обратите внимание нигде и даже рядом нет урана боже как мне повезло что я захватил токио блин еще один инженер даже торговец вообще вообще еще более бесполезен чем инженер сейчас бренденбургские ворота тир хочет видите он восстанавливает нефть ему у него нехватка нефти суровая надо бы как-то этим воспользоваться 22 22 урона наносит бомбардировщик блин надо было к тому около нефти подходить не давать нефть восстанавливать ну уран есть поэтому проект манхэттен что с этим торговцам взял надо в какой-то город и денежку с него может в сидней чтобы недалеко водить и сразу моим союзником станет тир в принципе счастье даст блин я хожу да это что но слушайте там голландский скаут стоит как бы у меня войну не объявил к это поведу и торговца и не захватил этот город так Ну вы там воюете, да, с айфон сможет? Да, мы давно воюем. Я у него даже город захватил. Да, что-то тут дорога давненько была. Ну просто у меня важнее было нефть присоединить. Сейчас можно и дорогу поубирать. Так, он меня тут убил каким-то. А, блин, это повтор хода. Блин, у меня волнует, что и у японца есть уран. Но я надеюсь, что я раньше на него сброшу. Тем более, что у меня из Токио в Киото вообще без проблем. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Блин, у меня маловато самолетов. Надо больше самолетов. Потому что три вот этих бомбера... Ну вообще я как бы неплохо ему юниты уничтожаю. Ну давай, 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 успел. Академия готова. Правда, этому этой пехоте, видимо, каюк. Блин, я вот думаю, может, стоило все это в Токио везти. И около Токио их высаживать. А тут таким кулаком прямо конкретно на Киото идти. О, выжил мой самолетик, блин. Один хитпоинт остался. Да, надо оружейную построить, чтобы более крутые. А так вообще надо самолеты. Самолеты и самолеты. У меня уже опять 1300 денег. 146 вход. Зашибись. С деньгами у меня проблем нету. Со счастьем у меня проблем нету. А с наукой у меня проблем... Вот смотрите, ровненько 1111. 1111 науки вход. Еее. У голландца я тут все исследовал. У него, конечно, большое производство. Но это, судя по всему, благодаря тем городам, которые у него не на море. Потому что те города, которые я на море не увидел, они не особо впечатляющие. Да, блин, давайте апать. Денег, вагоны, маленькая тележка. Вот что у меня с этим флотом делать? Есть подозрение, что надо его расформировать, чтобы он просто деньги на содержание не тратил. Спасибо. 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 Субтитры сделал. Урана у японца отобрать. Ну, ему еще его обработать надо, я ему всячески мешать буду это сделать. О, уличилка есть. ой 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 отлично тут защиту вот эта каска в крепости вообще но еще раз повторю но это очень тяжело оттуда выковыривать отлично еще и виттенберга был рабочий так нефть не дали обработать так можно академию разграбить эти проверяю сколько хит-поинтов чтобы по максимуму разграбление дает 25 хит-поинтов возвращает то есть а там было 74 то есть 99 если было больше 75 можно было еще подождать немножко наверное японец просто тоже иностранный легион взяла вот откуда у него столько юнитов то сразу пойду помогу там под киота правда не особо далеко я смогу обстреливать этими но все равно хоть какая никакая доподдержка продолжаем отъедать деле вообще наверно возможно стоило уже и на производство пустить караван в принципе у меня тут куда уже новых жителей сажать не очень понятно но в принципе все неплохо идет я уже тут как-то особо и не вижу как можно проиграть единственное что если к под видом войны с японцем там голландец как-то собирает какой-то флот огромный на меня вот как-то так ну как-то японец очень странно отдает довольно много юнитов вот я просто ему самолетами ой я сейчас тоже странно отдал юнит если у него в киоту до сих пор один самолет всего лишь или это так отображается странно в токио бы аэропорт бы уже не помешал что 6 самолетов тут маловато явно еще счастье привалило от тира в общем надо как так сделать чтобы и прошла и свобода и мировая выставка сейчас даже свободы важнее откровенно так сделаем я думаю те двое будут против свободы голосовать на выставку все забьют еще дальше могу окей полиметать 1556 денег вообще непонятно куда тратить голландец куда заплыл так железная дорога вие джанагару проведена что делать с этими линкорами так собственно тут как-то маловато войск если он там как-то концентрирует все больше и больше войск вроде так слежу за голландцем у него каких-то особых приготовлений не видно к войне со мной ничего как у вас там война с японцем нормально мы просто уже почти столицу не хорошую между прочим ну слизибар неплохой конечно городок блин свобода не прошла жалко ну блин и это это не прошло то есть японец голосовал против выставки полностью все свои голоса против выставки отдал и из-за этого не прошла свобода но блин это неожиданно для меня я думал будет за свободу голосовать блин а у меня продолжают рождаться инженеры но пора уже прокачивать на стрельбу по городам в принципе уже против юнитов у меня пять сам они четыре самолета против юнитов два против города можно будет пытаться киото как-то захватить еще уже последние горячей клавишей воспользоваться с ли стрельбы подставлю я или я так юнит хочу золото попробуйте разграбить да пора парашютисты уже создавать еще уже поздно у меня линкоры плывут потому что там по моему не достреливать будут знаете я встану тут на всякий случай вот в этом заливчике как минимум хода за четыре за пять если что я замечу флот голландца если он будет на меня идти по виду поплывет у меня генерал опять в токио пытаюсь там от есть еще территорию с ураном бессмысленный блин инженер даже нечего особо построить защиту ставим скончила по обстреливает он не даже среди хлопок не грабит рядом с крепостью могу подойти хлопок разграбить так проголосую за грека как хоста а вот только сейчас он взял иностранный лион смотрите только сейчас он сушит конечно проблемы будут очень резко стало много юнитов ой 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 блин тормоз 83 у него уже город сила плохо это еще этого уничтожил как-то я как-то медленно уничтожаю юниты 33 юниты этим ходом японец убил так что-то меня уже тревожно стало у него там и городов больше с которых он может самолетами атаковать и юнитов больше уже как так то броненосец вот что мне нравится в каравеллах что они апгрейзится в броненосцы не какой-то такой немножко юнит который ни рыба ни мясо ну после ракет состояния сателлита наверное давайте откроем полностью к или может ядерные ракеты эти ядерные ракеты а сначала в сателлит и потом ядерные ракеты а 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 цент а а а а А вровень со мной по науке идет японец, поэтому его и надо вынести О, еще не апгрейден, отлично Успел убить иностранный легион, пока еще каской он не стал Так, тут берем, конечно, больше юнитов на борт, чтобы можно было брать Вот, извините, бар, где это? А, это столица бывшая грека Захватил все-таки японец и освободил его Ну, давайте этого уничтожим Стоит у него тут без дела О, два иностранных легиона, которых он не успел апнуть в каске Ну, конечно, как-то медленно японец играет В том плане, он особо тут взаимный, они даже не в защите стоят, видите? Спасибо за субтитры! Буду постепенно парашютистов перебрасывать туда, к Токио. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...